В актовом зале Центра творчества Станицы Северской состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатели года-2018» и награждению лауреатов и победителей конкурса. За время конкурса воспитатели показали членам жюри и друг другу свои педагогические знания и навыки, блеснули творческими качествами, провели интересные и полезные мастер-классы, пообщались на актуальные темы за круглым столом. Праздник начался с ярких детских выступлений. Нарядные ребята пели, танцевали, читали стихи, посвящая их любимым воспитателям. Всех люблю на свете я! Район наш будет процветать! Давайте петь и танцевать! Во время торжественной церемонии подведения итогов конкурса ко всем участницам обратились заместитель начальника управления образования и председатель профсоюза работников образования и науки с памятными подарками и словами благодарности за преданность дошкольному детству, гордости за высокий уровень педагогической компетентности и творческой активности конкурсанток. ПЕСНЯ Дипломами лауреата в 1-2 степени награждены участницы конкурса, а победителя муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2018» стала Наталья Кускова, воспитатель детского сада номер 34 поселка Афибский, проявившая себя во всех конкурсных испытаниях современным, активным, компетентным специалистом с большим творческим потенциалом. Наталья Валерьевна приняла из рук победителя прошлого года Анастасии Мятишовой, переходящей с 2003 года, символ муниципального конкурса «Фигуру Аиста». Теперь Наталье предстоит принять участие в краевом конкурсе «Воспитатель года-Кубани». Межведомственная комиссия проводит проверку готовности объектов придорожного сервиса к летнему курортному сезону. Особое внимание уделено элементам брендирования придорожных объектов. Это макет информационных вывесок, уголки потребителя, бейджи и ценники. Сегодня у нас работает на территории федерального участка Афибский-Черноморка межведомственная комиссия Департамента потребительской сферы регулирования рынка алкоголя. В ней участвуют представители Афибского поселения, также потом подъедут к нам Северского, Ильского и Черноморского поселения, представители Роспотребнадзора, ГИБДД, ЗСК, у нас есть депутат, который участвует в данной комиссии, управление по малому бизнесу. Мы проедем, посмотрим, какие недостатки, какие замечания есть, как нам правильно отбрендировать, где-то недоработки. Проработаем эти вопросы с главами, проработаем с представителями потребительской сферы, чтобы гости, проезжающие во время курортного сезона по направлению к морю, остались довольны теми услугами, которые предоставляет наш сельский район. Данный вопрос находится на особом личном контроле главы муниципалитета. В Краснодарский край едут сотни тысяч туристов, многие на автомобилях. И придорожный сервис – одна из визитных карточек региона. Особо важно в период сильной жары не допустить отравления и инфекции. При наличии выявленных нарушений объекты закроют до исправления нарушений в рамках действующего законодательства. В Доме культуры Станицы Северской в рамках краевой акции «Планета ресурсов» состоялась районная ярмарка вакансий и учебных мест. На ярмарке смогли поискать работу представители всех возрастных категорий. 20 работодателей представили более 4000 вакансий. Предложили участникам ярмарки рабочие места в краевом центре и вакансий на предприятиях России с предоставлением жилья. Выпускников ознакомили с вариантами получения профессии в более 15 учебных заведениях среднего профессионального образования, колледжей и вузов. Также представлены у нас вакансии по Санкт-Петербургу. По Санкт-Петербургу это более 20 вакансий вахтовым методом и у нас возможны видеособеседования. Поэтому граждане, которые захотят именно увидеться через метод, путем видеособеседования, пожалуйста, мы это организуем. Также у нас имеется киоск, в котором выгружено у нас более 2500 вакансий с предоставлением жилья по России. Также у нас в ГИС предприятия представляют вакансии на квартируемые рабочие места. Это для инвалидов, это у нас более 30 вакансий, и для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Уровень регистрируемой безработицы в Северском районе на сегодняшний день составляет 0,6%. Среднекраевой уровень также 0,6%. На 1 апреля у нас на учете в Центре занятости состояло 367 человек безработных, это которым присвоен статус безработного. А обратившегося это 500 человек. Для них имеется вот такое количество вакансий. Специалисты службы занятости провели консультации по вопросам трудоустройства инвалидов. Организации собственного дела, обучение безработных граждан и молодых мам рассказали о положении на рынке труда, а также законодательстве о занятости и охране труда. По поводу Ярных хочу сказать, что вещь нужная, хотя для того, чтобы люди могли видеть, что есть какие кандидатуры, должности, и выбирать из этого, куда им идти, стоит идти, и путь к развитию. То есть, если человек, ну, как бы сказать, не нравится своя работа, и он хочет найти что-то более новое, конечно, в такое время лучше держаться своей работой, какая бы она ни была. Ну, и желаю всем, кто ищет работу, найти, по душе, чтобы она нравилась, ну, и карьерного роста в этой работе. Ищущим работу гражданам помогли разместить режимы на интерактивном портале «Работа в России», а старшеклассники прошли тестирование на базе мобильного центра занятости. Пять, четыре, три, два, старт! С этого слова начинается история освоения космического пространства. 12 апреля 1961 года человек впервые вышел в открытый космос. Это был наш соотечественник Юрий Гагарин. На корабле «Восток-1» за 108 минут летчик совершил оборот вокруг Земли и благополучно приземлился вблизи деревни Смеловка Саратовской области. Многовековая мечта землян исполнилась, а первопроходец стал живой легендой. 7 апреля 2011 года по решению 65-й Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля провозглашено Международным днем полета человека в космос. В честь этой даты в ряде стран и в первую очередь в России проходят выставки, тематические встречи и лекции по истории космонавтики. Наше сегодняшнее мероприятие посвящено Дню космонавтики. Именно с сегодняшнего дня, можно сказать, началась история развития космоса, изучения космоса в целом. Можно сказать, что именно мы, Советский Союз, дал толчок для других стран. В нашем музее хранится уникальная, можно сказать, коллекция фотографий, сборник фотографий 1975 года издания, в котором собрана именно та группа первых космонавтов, которые совершали открытие космоса. Кто первый выходил в космос, кто первые суточные полеты совершал, кто был в группе космонавтов, которые совершали полеты. Первый шаг в космонавтике, сделанный 12 апреля 1961 года, открыл новую страницу в нашей истории. Человек впервые увидел Землю со стороны, понял, насколько она мала и как бесконечна Вселенная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова